Хей, ребят, всем привет! Добро пожаловать на мой бьюти-канал снова. Меня зовут Юлия Парелл, и в сегодняшнем видео мы с вами сделаем обзор и тест нового тона от Арианы, который называется Ease Drop Blurring Skin Tint. Этот тинт уже можно приобрести на сайте Sephora и также на сайте Fenty Beauty за 29 долларов 50 центов или примерно 2 с лишним тысячи. И этот тинт обещает нам много всего хорошего. Во-первых, это тинт для кожи, который идеален на дни, когда вы не хотите делать макияж, но при этом, чтобы ваша кожа выглядела, как будто бы у вас нет ничего на коже. То есть продукт этот идеален для No Makeup Days. Именно такую идею Риана преследовала, когда создавала этот продукт для лица. Этот тинт вышел в 25 оттенках. Тинт этот сделал у нас в Италии, что я считаю очень круто. Мне кажется, итальянское качество это всегда шефскис, или можно сказать эталон качества. Здесь мы видим 32 мл продукта и срок годности у него 12 месяцев. Я взяла оттенок номер 4 или светлый с прохладным подтоном. Когда я пришла в Сифору, кстати, в Сифоре появился продукт этот очень и очень быстро, его уже можно было купить в Сифоре в тот же день. Я считаю это невероятно здорово. И я смогла подобрать свой идеальный оттенок. То есть, когда я пришла к стенду, я увидела первое. Это большое количество, ну как большое, нормальное количество оттенков, из которых можно выбрать свой тинт. И я увидела цену 29 долларов. Я такая, вау, ничего себе, это очень хорошая цена. И когда мы стали подбирать оттенок, то оказалось, что для моего тона кожи есть, ну, наверное, 3 оттенка, которые прям очень хорошо бы смотрелись. И я поняла, что, наверное, все-таки легкий с прохладным подтоном будет идеальным для меня. К сожалению, в этой линейке нет описания оттенка вроде светлый с розоватым подтоном и желтоватым. То есть, тут все либо теплый, либо теплый, либо холодный подтон. Упаковка этого продукта мне очень нравится на самом деле. Это что-то очень маленькое, что-то идеальное для повседневного использования. И мне нравится, что это не в стеклянной упаковке. Нет возможности разбить продукт или что-то вроде того. Можно просто швырнуть это в свой дальний угол, да, косметического столика и знать, что с продуктом будет все хорошо. Упаковка мне также нравится еще и потому, что можно выдавить продукт этот до самого конца. Это круто. Я, знаете, тут поняла, что продукт этот вот реально похож на тинт от Косос. Но тинт от Косос стоит у нас 45 долларов, а тинт от Риана у нас стоит по 40 долларов. Я думаю, разница очевидна. И это здорово, что появляется на рынке гораздо больше продуктов, которые по цене не такие кусачие, а качество оно на высоте. Мне кажется, идея была очень здоровская. Сделать для этого продукта вот такую упаковку. То есть, можно это легко выдавить, без проблем. Не могу сказать, что этот тинт имеет в себе жидкую текстуру. Чересчур нет. Вот так смотрится оттенок номер 4. Очень легко он растушевывается. Очень легко его заставить, так сказать, слиться с вашей кожей. И мне это очень нравится. И вот уже даже почти ничего не видно, что на моей руке был какой-то тон буквально пару секунд назад. Но сейчас немножко информации о том, что же Риана обещает нам об этом продукте. Во-первых, это очень хороший блюр кожи. То есть, ваша кожа будет заблюдена. Это то, что мне кажется сейчас очень актуально, особенно перед наступлением теплой погоды. В этом тинте имеется очень интересный Hydro Blend комплекс, благодаря которому, я так понимаю, этот тинт и может противостоять и жаре, и влажности. И он будет у вас на коже идеально смотреться весь день. Плюс ко всему, он должен очень хорошо разглаживать кожу. И вы не должны видеть никаких следов после использования этого тинта, например, на вашем телефоне, либо же на маске. По формуле, этот тинт обещает нам быть легким по текстуре. Покрытие от легкого к среднему. Вы можете нанести его не только, например, на праймер, но его можно и также наносить, например, просто на ваш дневной крем, ну или солнцезащитный крем. И перед тем, как мы начнем наш тест этого нового тинта от Рианы, мне будет очень приятно, если вы поставите лайк под этим видео, подпишитесь на мой канал, если еще не подписались. И да, давайте перейдем уже к нашему видео. Поехали! Ну что, ребят, давайте перейдем к тестингу нашего продукта. Я, кстати, использовала сегодня только уход от Рианы. Я использовала ее Fat Water, или это что-то вроде и тонера, и сыворотки в одном. Мне показалось, это будет логично использовать ее уход, если я использую ее тинт. И также я использовала крем с SPF, и именно поверх него мы и будем наносить этот тинт. Итак, тинт этот, он, его нужно вообще взболтать, естественно, перед нанесением. Вообще, насколько я знаю, тинты невероятно хорошо наносить именно руками, то есть не используя даже никакие спонжи. Возможно, мы это и сделаем. Все сделаем фото для превью. Мне кажется, что оттенок смотрится очень даже подходящим для моего тона кожи. Давайте же попробуем его растушевать. Вау! Чувствуется достаточно жирным по своей текстуре. Я не уверена, насколько он хорош для комбинированной кожи. Надеюсь, что он не для сухой кожи, потому что, понятное дело, тогда это будет слишком жирным. Вообще, мне кажется, что это смотрится идеально. Ха-ха, как классно! Кстати, ребят, если вы видите, что мои волосы выглядят грязными, я их не мыла, потому что я их покрасила буквально пару дней назад. И нельзя мыть волосы в течение двух дней, иначе цвет сойдет, все такое. Поэтому приходится снимать вот с такими волосами, если вы поймете. Первое, что мне очень сильно нравится, это то, что он растушевывается, тинт этот, легко. Как будто, вы знаете, я даже не прикладываю никаких усилий, и тинт уже сам распределяется по моему лицу. И пока что, мне кажется, что цвет как раз-таки вот прям в точку. Идеально. Цвета мне точно угадала. Как вы, наверное, можете видеть, у меня есть небольшие недостатки на моей коже в данный момент. Но здесь, на этой стороне, их гораздо больше видно. Я хочу использовать спонж для своей правой стороны, вашей левой, и посмотреть, как он работает со спонжем. Как будто бы спонж, он поглощает этот тинт, и, соответственно, весь пигмент, он уходит. Его не видно на коже вообще. Поэтому я так полагаю, что лучше всего наносить его либо руками, либо, например, кистью. Извиняюсь, ребята, у меня села камера. Пока что я точно могу сказать, кожа супер гладкая после нанесения этого тинта. То есть, то, что нам заявлено, что кожа будет невероятно гладкой, я это действительно вижу, чувствую руками, да. И мне, в принципе, нравится, как это все смотрится. Это наш первый слой, и мне кажется, для только всего лишь одного слоя это все смотрится очень и очень красиво. Натуральный эффект виден сразу же, мне это нравится. Мне кажется, это как раз тот продукт, который я бы использовала летом. Сейчас я хочу нанести на эту сторону, потому что здесь у меня гораздо больше проблем. Вот именно в этой зоне. И использовать кисть от Rare Beauty. Не знаю, почему мне сегодня так сложно говорить. Может, потому что это воскресенье. Я очень редко снимаю по воскресеньям, если честно, потому что для меня воскресенье это, ну, знаете, такой как выходной день. Да, иногда это сложно. Суббота гораздо лучше. Воскресенье уже язык как-то заплетается. Очень странно мне понимать это почему. Итак, мне нравится гораздо больше нанесение именно с кистью, чем со спонжем или даже руками, естественно. Потому что спонж, как мне кажется, он слишком пористый. Этот у меня, он не такой пористый, но тем не менее, я вижу, как пигмент, он просто-напросто исчезает, когда вы носите это все спонжем. Кистью он не исчезает. То есть он прям то, что нужно. И сейчас я решила достроить этот тинт кистью до, например, среднего покрытия. И надеюсь, что это даст мне гораздо больше покрытия. Что мы видим? Эта сторона, она чистая, все классно видно. На этой стороне мы видим небольшие проблемы. Два таких мини-прыщика. И мне кажется, это покрытие, оно без шуток сделало все мои недостатки еле видимыми. Все чувствуется очень легким. Это факт. Я чувствую естественность, когда смотрю на свое лицо. И это как раз таки то, что мне кажется, сейчас все ценят в средствах для лица. Мне нравится, что я вижу, ребят. Честно. Да. Ребят, пишите в комментариях, как вы думаете, насколько хорошо или плохо смотрится этот тинт на моем лице. Вау. Я в восторге. Покрытие супер классное, конечно. И я так полагаю, естественно, без того, чтобы использовать пудру, эта основа будет, ну, везде оставаться. И на телефоне, и на маске. Поэтому я полагаю, нам нужно использовать пудру от Fenty. У меня она в оттенке 160, чтобы закрепить этот тон. Кстати, мне кажется, что финиш у этого продукта, он идеален, опять же. Не слишком сияющий финиш, но и при этом не какой-то, знаете, матовый, неестественный. И вот так смотрится кожа моего лица с использованием пудры от Fenty. Мне кажется, это отличная комбинация. Эта пудра работает просто идеально с этим тинтом. Я полагаю, хочу сделать какой-нибудь легкий макияж. И вернусь к вам, ребят, уже через секунду. Ну что, ребят, макияж наш готов. И я в восторге от того, как этот тинт выглядит на моей коже. Я не вижу никаких подчеркнутых пор. Я нанесла, кстати, хайлайтер, ну как румяна-хайлайтер от Бекки. И я не вижу, чтобы даже с румянами они были подчеркнуты. Поэтому первое впечатление. Мне нравится, что я вижу. Однако здесь под носом я вижу такую картину, что сам пигмент, он, получается, немножко скатился. И это, как мне кажется, единственная зона, где я вижу, что что-то не очень красиво смотрится. Потому что только сейчас это заметила. Я помню, я смотрела обзор Кристины Брук. И она говорила, что после нанесения тона он ее сделал гораздо более старше, чем ее возраст. А мне кажется, я не вижу на себе такого результата. Я вижу, что я смотрюсь все так же молодо, как и перед нанесением его. Мне кажется, Риана сделала очень хорошую работу, создав этот продукт. И я в восторге. Это мое первое впечатление. У нас сейчас 12 дня. И где-то, я думаю, в часов 7 я уже скажу вам свои полноценные мысли о том, что я думаю об этом тоне. Будет очень интересно. Увидимся с вами через пару секунд. Сейчас примерно у нас около 6 часов. И я думаю, что за эти, сколько, 4 часа, пока я населила эту основу, этот тинт, все выглядит идеально. Суперклассно, шикарно, красиво. И что мне больше всего импонирует, если честно, это тот факт, что я не вижу никакого жирного блеска, нет проявления жира. И, наверное, это то, что ты ищешь, когда у тебя комбинированная кожа, потому что она может очень легко жирниться. Обычно, когда я гуляю на улице, и светит такое солнце яркое, лицо, оно имеет свойство жирниться за секунду, но не в этом случае. Поэтому, да, это очень круто. Ура! Мне кажется, я уже начинаю понимать, что мне этот тинт начинает нравиться все больше и больше с каждой минутой. Просто посмотрите, лицо как будто бы... Хотя, знаете, я нанесла пудру, я нанесла пудру перед выходом на улицу совершенно немножко. Вот, но я не думаю на то, что это повлияет на то, что у меня будет меньше жира на моем лице из-за солнечного света, из-за жары, из-за влажности. Увидимся с вами через каких-то пару секунд, опять же. Ну что, ребят, время пришло. У нас на часах 7 вечера 0,1 минута. И пришло время, наконец-таки, сказать, действительно ли этот продукт стоит своего внимания или нет. Первое. Мне очень понравилось то, как вел себя тинт или основа в течение всего дня. Я не увидела много жира на своем лице. Да, когда я вышла на улицу погулять, я увидела его. Не могу сказать, что это было что-то прям... О, боже мой! Сколько много жира просто из-за того, что я вышла на улицу, потому что у нас очень жарко, у нас влажность есть. Но, знаете, это не та жирность, которую я иногда наблюдаю, когда я использую любую другую основу. Сейчас ко мне, ну, он пришел тон от Colourpop, и мне кажется, он дает мне гораздо больше жирности в течение всего дня, чем этот тинт от Fenty. То есть, мне кажется, что если у вас такая же, как у меня комбинированная кожа, скорее всего, ну, процентов 90, он вам понравится, потому что он каким-то образом контролирует выработку кожного сала в течение всего дня, и это очень круто. Второе. Мне пришлось всего лишь один раз поправить свой макияж, немножечко, легонечко, перед тем, как идти на улицу, потому что я поняла, что у меня здесь под носом, ну, образовались следы, грубо говоря, от того, что я дотрагивалась до вот этой части лица. И, да, иногда я наблюдаю за тем, что чем основа жирнее, тем, в общем, есть вероятность того, что у вас будут образовываться пятна, от того, что вы дотрагивались до своего лица. И третье, последнее. Мне невероятно понравилось, что этот тинт имеет в себе очень легкое, естественное покрытие, но при этом оно смотрится на лице моем, как будто бы у меня гораздо более плотная основа, и мне это очень нравится. То есть в дни, когда, например, я хочу, чтобы мое лицо выглядело отфотошопленным, немножко заблюденным, при этом, если мне, например, захочется увидеть хорошее покрытие на своем лице, я, скорее всего, буду использовать именно этот тинт от Fenty Beauty. Я считаю, что это тот продукт, который сейчас нам необходим, потому что мода на естественность, натуральность макияжа, она возвращается, и сейчас это то, что в тренде. Если вы хотите быть в тренде и выглядеть так, как будто бы у вас нет макияжа на лице, то есть no make-up look, да, look без макияжа, то это, скорее всего, то, что вам понравится. Изначально, когда я купила этот тон, я подумала, что это будет что-то невероятно прям легкое, у меня не будет возможности скрыть какие-то недостатки, вроде следов от прыщей, но это стало возможным, и я этому безумно благодарна. Другой момент. Я, когда читала комментарии под видео других бьюти-блогеров, которые делали обзор на этот тон от Рианы, я прочла, что на втором месте здесь у нас имеется диметикон, и диметикон, это, насколько я поняла, не самое лучшее средство для того, чтобы поместить его в тинт, в легкий тинт, и мне очень интересно, если вы знаете, насколько этот диметикон может быть плох в данном случае в этом тинте. Сейчас я погуглила, оказывается, диметикон это силиконовый, это жидкий силикон, это меня немножко расстраивает, неудивительно, что этот тинт у меня остался на моей коже в течение всего дня, и у меня не было вообще никаких проблем с ним, все это, я так понимаю, именно из-за диметикона в составе, я почему-то об этом не сказала вначале, но, в общем, извиняюсь. Если вы углубляетесь в составы косметики, ухода, то, когда вы прочитаете, что там в составе диметикон, вы скажете себе, я не хочу этого, потому что это не самое лучшее средство на повседневку, особенно, да, потому что это средство заявлено именно как повседневный тинт. Сейчас я, знаете, в таком замешательстве, потому что, возможно, получается, это не такой хороший тон, раз у нас в составе имеется жидкий силикон на втором месте, поэтому мне безумно интересно, кто из вас пробовал уже этот тон, или если вы еще не покупали его, собираетесь ли вы покупать его, и какие ваши мысли по поводу состава, и того, как он смотрелся на мне весь день. Мне кажется, моя кожа выглядит супер шикарно, и я так понимаю, что это все из-за жидкого силикона в составе. Я могу точно сказать за себя, что если мне понадобится легкая текстура тинта, но при этом я захочу, чтобы он у меня держался весь день на моем лице, на моей коже, и при этом, чтобы даже в конце дня кожа выглядела бескомпромиссно, наверное, это то, что я буду использовать, но, понятное дело, из-за силикона, я не думаю, что это будет что-то, что я буду использовать каждый день. Вот это очень, мне кажется, интересный момент. Поэтому, да, ребят, мне будет очень интересно узнать, что вы думаете по поводу этого запуска, планируете ли вы покупать этот тинт от Рианы, или вы... Нет, я лучше сохраню свои деньги, куплю что-то другое. Обязательно пишите в комментариях, мне интересно знать все, что вы думаете, и я всем отвечаю. И, в общем, да, ребят, я не прощаюсь с вами, желаю вам прекрасного дня, хорошего настроения, идеальных макияжных дней, и, конечно же, хорошего начала рабочей недели. Ваша Юля, не прощаюсь. Всем пока!